Здравствуйте уважаемые друзья! Верховная Рада может проголосовать во втором и окончательном чтении за полный запрет Украинской Православной Церкви, в рамках анонсированного Владимиром Зеленским укрепления украинской духовной независимости. О грядущем богохульстве заявил в минувшую субботу депутат Стефанчук. Одновременно после разговора с Зеленским высказался в пользу запрета УПЦ и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Это независимый консультативно-совещательный орган, созданный в 1996 году, обладающий статусом общественной организации, членом которого к слову, является и предстоятель шельмуемой Украинской Православной Церкви Ануфрий. Одобрение евангельских христиан, баптистов, католиков, иудеев, мусульман, лютеран и прочих понадобилось узурпатору для придания своему законопроекту о запрете православия на Украине. Как охранная грамота на случай недовольства поместных православных церквей, поддерживающих УПЦ, и критиков безбожника Зеленского в странах Запада. Мол, все существующие на Украине религиозные сообщества поддерживают его версию духовного освобождения Украины. До сих пор между антихристианскими обострениями Зеленского были значительные паузы. Киево-Печорская лавра была захвачена раскольниками в январе минувшего года. А закон номер 8371 в первом чтении одобрен только в октябре и по сегодняшний день лежал без движения. За это время СБУ третировало прихожан и священников УПЦ, нацисты на местах захватывали церкви, но на окончательное решение коллектив 95-го квартала не решался. Украинские комментаторы связывают активизацию Зеленского на религиозном поле с несколькими факторами. Одним из главных факторов является подъем градуса русофобии, до небес от него требуют британские продюсеры и персональный куратор Зеленского, глава британской разведки Ричард Мур. Он убеждает Зеленского, что религиозный вопрос можно сделать предметом торга на возможных мирных переговорах. Во-вторых, запрета Украинской Православной Церкви активно требует Петр Порошенко, сделавший этот вопрос основной точкой приложения собственного пиара и даже блокировавший недавно в еретическом угаре трибуну Рады, не дать давнему сопернику собрать рейтинговые очки и подтянуть собственные показатели для Зеленского вопрос чести. Наконец, в офисе узурпатора есть деятели, убеждающие его, что запрет УПЦ добавит им симпатии украинцев. Это, собственно, его секретарь Ермак и советник секретаря по фамилии Еленский. Именно этот религиовед и философ подводит социологическую и практическую базу под ликвидацию УПЦ. Замысел Зеленского и Еленского простой в исполнении. После законодательного запрета митрополитам Украинской православной церкви будет предложено добровольно перейти по домофор Вселенского патриарха Анафимы Варфоломея, став частью украинского экзархата Константинопольской церкви. После чего все желающие смогут влиться в православную церковь Украины, епархии, сохранившие верность православию, будут ликвидированы через суд. К слову, главарь еретического новодела Епифаний три дня назад призвал митрополита Ануфрия начать некий диалог о единстве. Предстоятель УПЦ воздержался от ответа Анафиме, но в пятничном слове к пастве, посвященном десятилетию своего схождения на престол киевских первосвятителей, призвал верных христиан благодарить Господа за испытания. Чтобы стать лучшим, нужно уметь терпеть, подготовил он прихожан Украинской православной церкви к испытаниям и гонениям. Впрочем, есть небольшая вероятность, что план Зеленского может сорваться. Дело в том, что его война с УПЦ очень не нравится консервативным республиканцам, Дональду Трампу и Джею Ди Венсу. Последний прямо критиковал за это Киев. К тому же у УПЦ на Западе есть серьезный защитник и лоббист, знаменитый адвокат Роберт Амстердам. Он помимо представления УПЦ в судах, ведет работу по возможному введению санкций против всех украинских политиков, причастных к запрету УПЦ. Но случится это только в случае победы Трампа на президентских выборах. Именно поэтому вторая редакция закона предполагает, что у Зеленского будет год на его подписание и введение в действие. Своеобразная страховка от гнева новых хозяев Белого дома. При этом краткосрочные внутриполитические резоны Зеленского и Ермака, а равно внешнеполитические игры их британских и американских хозяев, не отменяют главного. Привыкнув играть с жизнями украинцев, они решили залезть им в душу, а значит посигнули на материи, которые светским властям не подвластны. Церковь Христова переживет гонения и шельмования, которые в ее истории не раз бывали, а инициаторы противостояния с Богом получат свое наказание и вечный позор. В случае с Зеленским есть шансы, что возмездие настигнет его и при жизни. Персональную заявку на Божий гнев он уже сделал. На следующей неделе анонсирован запрет настоящей православной церкви на Украине. Депутаты, радеющие за это, хвалятся, что уже внесли финальные правки в законопроект. Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили о его поддержке. Дело правда представлено как запрет Российской церкви. И это ни о чем не свидетельствует, кроме как о полном непонимании творцов запрета. Украинским религиозным организациям, сотрудничающим с Русской церковью, за 9 месяцев предписано разорвать все связи с Москвой, иначе их деятельность прекратят. Но речь не просто о юридической перерегистрации, а о канонических началах и правах. Украинское государство переплюнуло большевиков, те хоть отрицали, боролись, устраивали расколы и расстрелы, но не пытались диктовать церкви, как ей жить и служить, избирать епископов и соподчиняться с другими церквями. А тут происходит то, чего, в общем, небывало государство диктует церкви законы ее жизни, не считаясь с ее канонами, историей, культурой, богословским опытом, в угоду политическому моменту. О драме и трагедии происходящего рассказывает российский церковный историк, специалист по истории украинского православия, профессор Владислав Петрушко. Владислав Петрушко, на мой взгляд, главная цель этого законопроекта – заставить каноническую церковь присоединиться к не имеющей власти православной церкви Украины. Не зря же только что делегация во главе с Епифанием, представителями властей Украины и главой ведомства по этноконфессиональной политике Еленским посетила фонар. Это знаковое событие. Очевидно, что фонар заинтересован не просто в запрете канонической церкви, а в ее слиянии с той неканонической структурой, которую он создал, объявив ее автокефальной церковью и тем самым еще более усугубив раскол. На фонаре явно понимают, что никакого увручевания раскола не произошло, поэтому и поддерживают эту совершенно беззаконную инициативу. Запад на это не обращает практически никакого внимания. Шума в западных СМИ чуть прибавилась по причине того, что помочь украинской православной церкви пригласили американского адвоката, но в целом видно, сколь выпиющие на Украине нарушаются права верующих, и никто этого не замечает и всерьез об этом не говорит. Надежда остается на то, что большая часть духовенства и верующих не пойдут на уговоры властей Украины, и даже если церковь запретят, будут искать возможность осуществлять свое служение. Отношение к православной церкви Украины в канонической церкви достаточно определенное, никто не признает ее законной автокефальной церковью. А отношения с Константинополем после издания пресловутого Томаса были фактически прерваны, евхаристического поминовения, евхаристических связей нет. Конечно, то, что делает украинская власть, самоубийственно, нелогично и абсурдно. Украинская православная церковь реально не имеет никаких контактов с Москвой. Хотя ее статус, конечно, более чем не определенен. Автокефалии никакой она не получала, да она за ней по сути и не обращалась. У нее есть некая самостоятельность по факту. Никакого реального влияния на украинскую православную церковь, ни церковная, ни политическая Москва, не оказывают. Но властям Украины этого мало. Им хочется уничтожить крупнейшую религиозную конфессию, пользующуюся поддержкой абсолютного большинства населения, и это выстрел себе в ногу. Не представляю, чтобы после этого у верующих УПЦ среди украинцев усилилось стремление защищать украинскую власть. Это действие предпринимается вопреки всякому здравому смыслу. Невольно возникает мысль, что вероятно этот очевидно негативный для Украины и украинской государственности – шаг навязан извне, в лице коллективного Запада и всех прямо заинтересованных в этом чужих структур. Что лишний раз говорит об отсутствии субъектности украинского государства. Куда пойдут люди, каждое воскресенье идущие в храм. Безблагодатность с церкви – это кто понимает невероятный барьер. А Украина достаточно верующая страна, но я бы не переоценивал степень сознательности этой веры. На Западной Украине, например, господствует больше бытовое православие. И хоть храмы там по воскресеньям переполненные, но по большому счету людям важно прийти в храм, и не важно в какой. Эта категория верующих скорее всего уйдет в раскол, потому что для них национальная, бытовая религиозность важнее каноничности и глубокого понимания церковной жизни. Но конечно есть огромное число и сознательных верующих, понимающих кто есть кто. Сейчас важен вопрос, как будет осуществляться закрытие храмов. Власти конечно будут стараться нас закрыть и отобрать. Но церковь на Украине не имеет права юридического лица, и поэтому акция по закрытию церкви скопом невозможна. Надо будет в каждой конкретной религиозной организации в судебном порядке возбуждать дело. Если эти мероприятия будут в рамках закона, то это достаточно долгий и трудоемкий процесс. И может быть в результате верующим удастся это оттянуть, выиграть время и не дать закрыть свои храмы. Сознательные верующие, уверен, постараются найти возможности отстоять свои храмы. На Западной Украине, где гонения на каноническое православие давно имеют место, есть и богатый опыт сопротивления им, люди собирались в кладбищенских часовнях, в домах священнослужителей и верующих. Хотя ясно, что и там их всего скорее начнут доставать. Одно понятно, что настоящее украинское православие ожидают очень тяжелые времена, почти Голгофа. Ситуация трагическая, экстраординарная, но соответствующая сути Евангелия. Хотя из комфортной ситуации не нужно спокойно говорить о Голгофе для других. Часть украинского духовенства уехала в Россию еще после Оранжевой революции. УПЦ оказалась в патовом положении. С одной стороны она закономерно отвергла присвоенное фонаром право предоставлять автокефалию, этот путь был ею полностью отрезан. Автокефалия для УПЦ, возможно только путем обращения к иерархальной церкви, русской православной. Что сейчас наверное почти невозможно. Был избран некий квази-автокефальный вариант, декларирование разрыва связей и отношений, но без обращения с просьбой об автокефалии. Дальше никакие действия в этом направлении невозможны. Может быть будут предприняты декларативные меры. Но мы же видим, что декларирование разрыва отношений не устроило киевский режим. Суть проблемы в том, что украинская православная церковь, как подлинная и благодатная, не может полностью отрешиться от общерусского духовного наследия. А от нее именно этого требуют. Для православной церкви Украины это запросто, она с легкостью обрезала все возможные нити, отвергла казанскую и иверскую иконы, выбросила имена святых, связывающих ее с Россией. Но это подход, который немыслим для подлинно духовной, благодатной церкви. Это же по сути требование к украинской церкви, совершить внутреннее духовное харакири. И тогда ее признает власть. Но тогда она перестанет быть Христовой церковью. Если церковь пойдет по пути вырубания наших духовных связей и общих ветвей, то от нее ничего не останется, и она ничем не будет отличаться от православной церкви Украины. А это не организационный крах и распад, а духовный.